Уважаемые коллеги! 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 буржуазной революции 17 века. Дальше я буду говорить английская революция и славная революция, чтобы каждый раз вот это вот не произносить. И в связи с политической ситуацией отношение к этим событиям было крайне осторожное. Революция как таковая не упоминалась ни как мятеж, ни как гражданские войны. Она не упоминалась. Я бы сказала, даже звучало несколько иносказательно, как таким остережением, предупреждением. Вот очень любопытная была фраза произнесена по поводу того, что в Нижней Палате отказались рассматривать петицию от Массачусетса. И тогда один из членов Палаты встал и сказал буквально следующее, что вы представители общин Англии. Вы можете принять петицию, можете отказать. Но пусть вас тогда не удивит, если придет полковник и разгонит вас, а генерал начнет управлять страной. То есть это вот такое предостережение. Имя Карла упоминалось крайне редко. И как-то вот, ну, так сказать, политическая составляющая абсолютно была понятна. С одной стороны, нельзя было отрицать из-за славной революции право на смещение негодного плохого монарха. С другой стороны, нельзя было одобрить его казнь. С другой стороны, в общем-то, еще, ну, буквально в 45-м году прошла последняя попытка стюартов возвращения, реставрации возвращения на Британский престол. Поэтому обходили молчанием. И, на мой взгляд, именно в этом кроется причина того, что издание Дэвида Йома поначалу, оно не встретило реакции в Англии. Вот она была встречена восторженна во Франции, и тиражи раскупали. А в Англии было очень настороженное отношение. Они боялись вот этой темы. Далее, на мой взгляд, крайне любопытным стало схематическое, упрощенное представление об истории своей страны. Завоевание германских племен связывали формирование социальной структуры, статус отдельного человека от социальных связей в рамках этой структуры, все системы землепользования. По сути дела, было отрицание развития, потому что себя, дворянство и фригольдеров рассматривали как прямых потомков завоевателей, а весь остальной народ был прямыми потомками завоеванного местного населения. Политическая составляющая оказалась не менее любопытна. Во-первых, было выявлено нарушение закона о выборах. То есть, закон о выборах гласит, что в парламенте округ представлен двумя рыцарями от графства, либо же двумя гражданами от городских корпораций. Нарушение этого закона грозило шерифам, которые утверждали избрание, тюремным заключением и по тем временам высочайшим штрафом 500 фунтов стерлингов. Это очень большие деньги. То есть, наказание было бы суть. Но со времени правления Вильгельма Аранского началось нарушение этого закона. То есть, и шериф, вот тот случай, который я рассматривала, шериф одобрил избрание не двух рыцарей, а четырех, потому что он не взял на себя смелость, в силу накала страстей, он не взял на себя смелость определить, кто же победил. Вот это вот, мне кажется, очень любопытный момент. И надо сказать, что вот эти нарушения, они продолжались в 70-е годы, я забегаю вперед. И второй момент, в общем, я и с Мариной Владимировной Винокуровой по этому поводу советовалась, она, ну, как бы, у нее нет ответа. Дело в том, что копегольдеры, то есть держатели земли по копии, да, они получили право выбирать в парламент по первой парламентской реформе 32-го года. В этой дискуссии, которую я рассматривала, вот в той дискуссии, выяснилось, что копегольдеры принимали участие повсеместно в выборах в парламент в Уэльсе, по традиции, и по традиции же в отдельных графствах Англии. То есть это вот такое, ну, при наличии, естественно, сорокоширингового дохода. И вот эти полученные данные дебатов мне были крайне интересны, и я решила продолжить эту работу и посмотреть уже спустя десятилетия, для того, чтобы ярче были высвечены какие-то изменения, подвижки. Я взяла для этого 70-е годы, и вот полученные данные анализы позволяют провести сравнительный анализ, выявить общие и отличительные черты восприятия и использования прошлого в парламентской политике. Ну, здесь прежде всего нужно отметить главное, ну, не главное, скажем так, одно из главных отличий. Если 50-е годы были относительно спокойны в политическом плане, да, оппозиция, виги находились у власти со смертью наследника престола в 1953 году, оппозиция потеряла такого важного покровителя, и, в общем-то, они, ну, мягко говоря, их было особенно и не видно в дискуссии. Они выступали не так активно, и виги просто, ну, как, владели всем законотворческим процессом. 70-е годы совершенно такое время. Во-первых, уже сказываются первые результаты социальные, политические, промышленные революции. Во-вторых, еще идут отзвуки дела Уилкса. Я не буду подробно на нем останавливаться. Это был журналист, который опубликовал статью, где критиковал тронную речь короля. За это он был арестован, что делать было нельзя. Он был членом Нижней палаты. И вот это дело, арест и впоследствии запрет ему вообще, впоследствии избираться в парламент, это, конечно, дело было практически беспрецедентным, но отзвуки еще продолжались в начале 70-х годов. Но это дело, именно арест и все последующие действия правительства и парламента, понуждаемые, кстати говоря, монархом, который видел в его публикации «Личные оскорбления», они стали началом массового радикального движения борьбы за парламентскую реформу. И вот эти отзвуки, они еще, так сказать, были слышны. И, наконец, 70-е годы – это время постепенного нарастания конфликта с американскими колонистами, с американскими колониями и началом войны с ними в 77-м году. Это только наиболее важные события, да, внутри политической жизни. И вот, на мой взгляд, апелляция к истории, апелляция к прошлому явилась как отражением, так и проявлением этих событий и изменений в жизни королевства. Особенности этого периода, ну, прежде всего, они проявились в размерах, в объеме опубликованных дебатов. Если в 50-е годы целое десятилетие заняло один том, ну, с небольшим хвостиком, до и после, то есть это был один полновесный том, скажем так. То 70-е годы – это уже три полновесных тома, где-то примерно полторы тысячи колонок, в странице две колонки и очень мелкий убористый шрифт. Но тут сказалось, конечно, противостояние парламенту и лондонского сети, результатом которого стало негласное преодоление запрета печатать в прессе отчеты о парламентских заседаниях. Наконец, близость по времени все-таки, эти события были ближе и больше сохранилось материалом. Далее, поразительным для меня стало отличие, вот это, буквально вот с первых годов, это сокращение упоминаний статутов прежних правителей. То есть то, что в 50-е годы вот это вот прецедентное право, оно было практически в каждом заседании. Вставал и начинал перечислять. Такого рода закон был принят в такой-то год правления такого-то короля, такой-то год правления такого-то короля. И вот это вот, это перечисление, оно просто было бесконечным. Здесь его, вот оно есть, оно сохранилось, но этих перечислений очень мало. Они были такими, скажем так, на порядок реже. И, конечно же, в этом прежде всего сказалось изменение в жизни общества. Появились дела, которые не имели прецедента. То есть, я назову вот самые такие важные дела 70-х годов. Это индийский бит. Вмешательство парламента в дела акционерной торговой компании, оно и даже намерение вызвало, в общем-то, недовольство большое. Далее, разрешение иностранцам вкладывать деньги в эстинские плантации. Далее, такой интересный, любопытнейший вопрос. У нас там была тема «Литературная собственность». По сути дела, речь шла об авторских правах. Потому как издательское дело расширялось, ширилось. И печатались, любые труды брались. И печатались без разрешения, без оплаты гонорара. И был поднят этот вопрос. То есть, конечно, прецедента не было. Ну и я уже не говорю о бостонском чаепитии и развитии дальнейших событий в отношении Америки. В силу этого упоминается не столь отдаленное прошлое. Реже ссылки на законы, принятые ранее в правлении Елизаветы I. Чаще всего обращаются ко времени правления первых стерстов. Все-таки XVII век. Это уже какое-то время перемен. Наконец, нет прежнего единодушия. 50-е годы были правлением Вига. В 60-м году приходит новый король. Он к Вигам относился очень недоброжелательно. Даже когда Виги появлялись в кабинете, это было в общем-то вопреки его воле. Но здесь Виги, по сути дела, практически все столетия, за исключением буквально небольших периодов, находится в оппозиции. Но оппозиция уже окрепла. Оппозиция другая. И именно представители оппозиции чаще прибегают к примерам из прошлого. Наиболее характерна вот такая апелляция для Эдмонда Бёрка. Вот фразы вот эти для него очень характерны. Обратимся к истории прежних времен. Обратимся к опыту прошлого времени. Фокс, это вот два лидера Вига в того времени, Фокс обращался гораздо реже. И дело здесь, на мой взгляд, не в образовании, а именно в склонности одного к анализу, а именно Бёрка, и совершенно другой натуры Фокса. Расширилась география истории упоминаемых стран. Примеры из истории Рима и Греции были обычные и в 50-е годы. Но здесь мы уже видим Францию, Испанию. Но и обращаются к раннему новому времени, не к древним временам. И из упоминаемых хаотичных историков в ровне 20-50-х годов уже и Ливии, и Пугедит. Причем в репликах парламентариях мы видим, ну, читаем, слышим, как они говорят, помните у Фокедита, помните у ЦА, Тацата. То есть они обращаются к аудитории, которая, по их разумению, должна не только знать, но и помнить. Какую же роль играла история в парламентской полемике в 70-х годах? Прежде всего, ей отводились назидательные функции. Чаще всего звучала история, выступала в роли ментора, учителя. Неоднократно звучали слова «История учит». Магистры, то, что у Розы Санцева, гуманистов. Вот история, да. Учительница жизни. Да, да. И в наиболее спорных, сложных ситуациях могли раздаться такие слова. Пусть этот пример станет для нас уроком. То есть история учительница. Для подкрепления, обращение к прошлому, служило подкреплением собственной позиции. Уильям Мередит сказал, наша история – это компендиум прецедентов. И действительно, прошлое предоставляло аргументы для всех противоборствующих сторон. Так, исключение из Уилкса и из числа членов парламента для одних было беспрецедентным, для других смогли найти подобные примеры. Глава кабинета Лорд Норд ссылался на прецеденты наказаний городов при обсуждении ситуации с мятежным Бостоном. Наконец, хотелось бы обратить внимание и на нередкое упоминание ошибок прежних правителей. Такие упоминания становились своего рода предостережением от неверного, по мнению оратора Шака, когда обсуждался вопрос об аресте представителей лондонского сети, вот это вот делали издатели, было сказано буквально следующее. Яков II отправил в тюрьму семьи епископов. И результат не замедлил сказаться. Они стали героями. Правители, причем, упоминались не только Британии, но и, как я говорила, и Франции, и Испании. Естественно, история Британии превалидовала в высказываниях Комонова. И главными, как все говорят, акторами, в прошлом выступали народ, парламент и монархи. Понятия народа они не раскрывали. Но я к этой теме еще в заключение вернусь. Почему мне это интересно? В силу того, что вот в 50-е годы народ воспринимался, это были фрегольтеры, а не народ. То есть свободные держатели земли. Фрегольтеры и дворянство. Всем остальным правильным виноватся народом было отказано. Парламент на протяжении его существования представлен, с одной стороны, защитником прав народа, выступавшим против власти короны, таким защитником свободы личности, неприкосновенности собственности, безопасности. И в истории парламента обычно выделялись акты конституционного характера. Великая картия в вольности, петиция о праве, беляя права, вот их упоминали чаще всего. Вот, кстати, Хаденский корпус акт, тоже, в общем-то, на мой взгляд, акт конституционный, он не фигурировал. Но мы все-таки делаем поправку на то, что это вторичный источник. До конца мы не уверены, что о нем вообще не говорили. Вот, и при этом был высказан и другой взгляд на парламент, и на этом я остановлюсь подробнее, потому что очень интересное систематическое изложение и истории Англии. Прозвучало в устах Олдермена Соу-Бриджа. Значит, он говорил следующее. Конституция впервые введена саксами, а они ежегодно избирали офицеров. Законы и традиции саксов сохранились при установлении монархии и просуществовали в плотно-нормандского завоевания. И тогда был нанесен удар по нашей превосходной, в кавычках, конституции. Законную, равноправную, свободную форму управления сменила монархическая тирания. Гражданское право сменило право обычное. С этого времени все смешалось. Народ воевал с королями, не доверяя им. До тех пор, пока не заставили Иоанна Беземельного подписать великую хартию. Преемник Иоанна восстановил парламент. Однако истинный парламент появился при Эгварде Третьем. Эдуард восстановил, что парламент должен собираться ежегодно, а если необходимо, то и чаще. И на протяжении его 50-летнего правления было 44 парламента. Отсюда, соубличем, во-первых, от Саксов и от Эгварда Третьего, делался вывод, что сроки полномочий парламента не превышали один год. И так велось вплоть до век Генриха VIII. Генрих VIII был тираном. И даже некоторое время правил без парламента. А когда забрал его, то намеревался полностью подчинить свои воли. Этот парламент существовал 7 лет до тех пор, пока сами его члены не обратились в королевский петиции, где содержалась просьба о распуске уста. Следующим в Ликином был долгий парламент. Оратор тут же заявил, что не берется ни осуждать, ни защищать события тех дней. То есть он избежал высказывать свою оценку по этому поводу. То есть все-таки вот, да, какая-то осторожность была. Реставрация возвратила к жизни парламент, но при Кабе II начался подкуп коммунера. Для того, чтобы покончить с коррупцией, после революции славной, принял трехгодичный акт. Он был принят, несмотря на позицию монарха. Вильгельм Аранский считал, что такие частые выборы обременительны из-за расходов, которые с ними связаны. В 16-м году, через два года после восшествия Канновера, введен 7-летний срок. Время было тревожное и застерто. И оратор оправдывает такое увеличение, что, ну, в общем-то, выборы, они как бы всегда способствовали активизации политической борьбы, бамплетной борьбы, особенно в начале, в эти годы, в первые десятилетия 18-го века. И это он оправдывает. По сей день парламент, значит, избирается каждый выбор, парламент происходит каждые 7 лет, но в нем процветает коррупция. Камонеры рассматривают себя не представителями народа, а лицами, которые получили доступ к выгодной, ну, он сказал о ренте, но я бы тут даже сказала скорее о ренте. То есть, как бы, вложив капитал, они получили доступ к выгодной ренте. Эти идеи он высказывал ежегодно, то более подробно, то мели, и инициировал, а члены парламента имели право законодательной инициативы, он инициировал, значит, сокращение сроков полномочий парламента. И вот каждый год весной он вставал, инициировал, ему отказывали голосованием, но он это все продолжал. Тем не менее, вот осуждение продажности, коррупции, как он говорил, сервейности парламента звучало настойчиво. И таким образом наблюдается явное противоречие в оценке исторической роли, скажем так, парламента. С одной стороны, он защитник свобод народа, а с другой стороны, сборщик коррупционеров, которые продают, так сказать, свой голос, независимо от интересов народа. На мой взгляд, тут вообще вот эта его концепция, это его выступление, она страшно интересна. Ну, во-первых, мы видим, что вот эти две абсолютно противоположные позиции, обе основаны на истории страны. Да? Это первое. А второе, оно как бы критика или восхваление, даже напрямую не связано, не с политической ориентацией. И турии и виги на протяжении 18 века, даже, скажем, с конца 17 века, тот, кто находился в оппозиции, он как раз инициировал пересмотр системы представительства, пересмотр порядка выборов в парламент. И, в общем, это как бы не зависело в данном случае от политической ориентации, а скорее от близости к власти, я бы так сказала. На мой взгляд, вот это вот его выступление еще интересно не только этим, но и вот таким развернутым обоснованием годичных выборов в парламент. Ведь это выборы в парламент стало требованием, каждый год стало требованием радикалов, частью их программы, независимо от крайних радикалов, умеренных радикалов. Это была частью программы всех радикалов. Как в свое время Сергей Борисович Семенов, характеризуя исторические радикалы, сказал, что очень туберно определил, он сказал, что назад в будущее. То есть для них это было как верните нам наши искренние права, то есть право каждый год выбирать депутата. И, кстати, этот же пункт перешел в программу чертистов. Ну, с монархами не так любопытно, на первый взгляд. Значит, вплоть до Вильгельма Аранского все монархи-деспоты. Ну, как бы характер правления деспотические, ничем не ограничены, не потому что они по нраву такие, а потому что характер правления. И первый не деспотический монарх это Вильгельм Аранский. Вот если в 50-е годы больше говорили о достижении сладной революции, то в 70-е мы наблюдаем больше говорится о том, какой замечательный грабитель Вильгельм Аранский. То есть это великий человек, восстановивший свободу в Британии. С его именем связана Великая революция, принесшая эру свободы, эру счастья Британии. Наконец, он принес честь имени англичанина. Вот такие были, такого рода, ну, они примерно однотипные, ну, вот такого рода. И в характеристике этого монарха мы видим черты, которыми, по мнению, оратор должен обладать идеальный король, то есть превосходный суверен. Это тот, чьи интересы не расходятся с интересами подданных, а также тот, кто честен с ним. Вот как бы вот в обращении к истории вот определяется, вот это вот, какой должен быть монарх. Противоположность Вильгельму Астюратах обычно упоминалась в иных тоннах, как королях, конечно, деспоток. В их политике видели истоки причин обеих революций, и вот главная причина вырисовывается, то, что они слишком полагались на министра, а в своей деятельности не прислушивались голосу народа. Если бы, сказал один из ораторов, если бы они почаще и более внимательно вчитывались в Великую Хартию Вольности в петицию о праве, то и славная революция осталась бы лишь в теории. То есть не понадобилась. Однако король, имя которого упоминалось чаще всех других, это имя Карла Первого. И часто его именовали несчастный король. Но поистине для меня поразительным стало то, что наиболее часто упоминаемым событием прошлого стала английская революция, то есть революция середины 17 века. Обращение к ней происходило в контексте упоминания ошибок власти. Уже в январе 70-го года Бёрк довольно резко реагировал на уверение власти в том, что нет недовольства по поводу мидлсексских выборов. Министру несчастного Карла Первого рассказывали те же сказки, что мы слышим сейчас. Сегодня прибегают к тому же искусству обмана. Эта фатальная ложь сопутствовала Карлу вплоть до его смертного часа. Но и в палате лордов решение в пользу Лутрейля несмотря на убедительную победу Уиллкса на выборах, сравнивалось вот это решение с событиями правления Карла. Лорд Кэндон упоминал корабельные сборы, которые вызвали негодование в народе. Тогда, говорил он, так же говорили, что власть действует законно, но парламент-то потом отменил их как незаконный сбор. Во время дела газетчиков полковник Барре упомянул насилие Карла Первого, когда он лично вошел в палату с тем, чтобы арестовать пять ее членов. Это уже прям вот накануне. Ну, вот, собственно, самое начало революции. И это действительно было насилие, король не мог войти в палату. Этот поступок не имел примера, говорил он. Одним ударом, как Каллигула, можно разрушить Конституцию, можно отправить в свою Бастилию всех тех, кто защищает свободу нашей страны. Но напрасно надеяться при этом, что насилием и террором можно погасить древний огонь свободы острова. По мере усиления противостояния митрополии и колоний усиливается политическое противостояние и учащаются упоминания, то есть вот одно, тем не другое, упоминания английской революции. Тауншенд заявил, те, кто поднял оружие против короля, действовали безупречно. Более того, они заслуживают похвалы. То есть вот, да. В это время Юди Гейт не сторонник, заявляет, что он не сторонник защиты каждого акта Карла Первого, но ни один историк, и тут, мне кажется, все-таки это намет наема, каковы бы ни были его дарования, не будет защищать тех, кто выступил против Карла Первого. Один такой попытался, но он не добился ни успеха, ни признания, так как его взгляды не согласуются ни с религией, ни с правлением. Когда в парламенте в 75-м году заявили, объявили о ежегодной службе в день казни короля, то Фольстон заявил в Нижней Палате, революция разрушала традиции, но устанавливала права англичан. И вот тут Вилкс, в то время уже вер столицы, произносит свою краткую, но чрезвычайно интересную речь. И опять-таки тут много любопытного. В Палате общим в 1775-м году он заявляет, что день казни короля надо праздновать как день триумнов. И вот это его выражение, то есть абсолютно уничижительное, если принимать формулу как по-английски произносится, смерть первого Карлла говорит он, то есть не Карлла, первого, смерть первого Карлла. Это смерть врага страны, врага свободы страны, который начал войну со своим народом и был повинен в смерти тысяч неповинных подданных. Тиран был повержен. И революция должна оставаться в памяти как самое славное деяние, которое когда-либо происходило в нашей или другой стране. Без революции мы бы не имели Конституции и превратились бы в рабов, не имели бы законов, ограниченной монархии, а были бы подданными и находились бы в полной воле суверена. То есть уже в 75-м году по сути дела озвучен радикальный взгляд на события английской революции. Задолго до Кэтрина Макули, до Уэрина Горвина, то есть вот это провозглашено. Как я говорила, это нарастает противостояние. оппозиция пытается предотвратить надвигающуюся войну. В общем-то довольно настроение было очень пессимистичное. В одном из писем леди Темпли пишет, что в случае войны победа той или иной стороны это все равно катастрофа. Победа американцев это потеря колонии, а победа англичан это значит будет колонии колонисты будут поверженным врагом. То есть не видели они, но продолжали бороться. И Джонстон заявил, теперь ясно, что народ Америки преисполненный тем же настроением и решительным духом, обугустаемый тем же энтузиазмом, с которым наши предки восстали против требований короны в дни правления Карла I и встали на защиту высоких докторий парламентского превосходства. Возрастает число упоминаний английской революции. Прежде всего это касается сравнения попытки ввести налоги в колониях и корабельный сбор этого. Вилкс заявил неугомонный обращение поступающие из Америки а именно требования нет представительства нет налогов говорил он заслуживает внимания. В противном случае американцы будут праздновать 75-й год как мы празднуем 88-й 1688. Усилия наших дедов в борьбе за свободу увенчались успехом и период нашей истории который наполняет нас гордостью был восстанием против беззаконной власти а не просто сопротивлением он был основан на законах божьих и людских а именно праве сопротивляться тиранам. Аргументы как сторонников правительства так и оппозиции пытавшиеся превратить силовой вариант решения не ограничивались только аналогиями с революцией 17 века что любопытно так или иначе вопросы связанные с положением дел в колонии вызывали апелляцию к прошлому причем не только к фактам событиям но к легендам и мифам различным причем в этих легендах и мифах действовал отец и сын и всегда отец был неправ и вот это очень любопытно что тут выступает отец и сын митрополия и колония было взаимоотношение как мать и дочь это я буквально нашла только в одном месте а вот в 19 веке уже появляется вот это вот образ матери и дочери совершенно вот меняется ракурс сторонники наказания обращались к событиям истории Рима и тогда несколько раз прозвучала известная фраза Карпоген должен быть прозвучен наконец сравнивались с разумными отличавшимся здравым смыслом поступками правителей прошлых лет ну это конечно была Елизавета все эти обращения к историческому опыту явились следствием нарастания политического противостояния в самой митрополии но я об этом уже сказала особенно провоцировала такие обращения рассмотрение вопросов так или иначе связанных с приготовлением к войне это увеличение расходов вооружения перевооружения и так далее и так далее ну я не буду вас дальше утомлять а подведу даже не столько итоги да насколько вот какие-то на мой взгляд я попытаюсь акцентировать внимание акцентировать на наиболее важных для меня моментах которые я увидела вот в этой болельнике но прежде всего представление об истории страны это история народа бороться за свои права парламента и монарха при этом вот что мне кажется важным отметить хоть народ и представлял довольно абстрактную субстанцию но исходя из того что парламент защищал его собственность можно предположить что уже речь идет не только земельной собственности но это конечно надо смотреть по другим источникам это надо искать в общем-то в других материалах это в общем-то вывод о том что более началось более широкое толкование народу он осторожный налоги платили все не было единого нет именно речь о собственности как бы парламент защищает собственность народа но не говорилось земельную собственность как в 50-е годы напрямую не связывался народ и собственник земли налоги по этой доходу проход доход станет собственности нет не совсем вот но это я говорю это надо смотреть парламент история выглядит как бы более конкретно но вот с противоположных позиций нельзя не подчеркнуть обозначившиеся элементы развития по сравнению с 50-ми годами в лексике появляются такие термины как период истории речь идет в общем-то о конкретных этапах истории и на мой взгляд тут важно то что эти этапы напрямую связаны не просто со сменой монаха или монахов а именно со сменой характера образа продления то есть вот она перемена произошла да вот другая перемена вот заметно усиливается политическая окраска апелляции к прошлому по сравнению с середины 18 века спектра оценок исторических событий свидетельствуют об углублении политического размежевания тория и вигов обозначился также и радикальный взгляд на прошлое страны при этом я хотела бы подчеркнуть что что история не являлась так сказать полем для дискуссии сама история не была этим полем каждый видел в прошлом свое при этом факты или события истории Британии реже других стран занимали особое место в полемике парламентариев в системе доводов ораторов отстаивавших собственную позицию по любому вопросу ссылка на такие факты либо события носила характер неоспоримого окончательного аргумента что говорило об усилении роли истории как учителя которые указывают верный правильный путь необходимо также выделить возрастание упоминания об английской революции проводившаяся аналогия событий в Англии середины 17 века и современностью а именно корабельные сборы Карла и лозунг колонистов нет представительства нет налогов она настолько очевидна вот это вот параллель лежит на поверхности и в данном вопросе мне кажется важным не только то что оппозиция оказывала более массированное давление на правительство с тем чтобы предотвратить войну с колонистами и параллели становится дополнительным весом аргументом а то и угрозой возможных последствий но я здесь вижу все таки и начавшееся осмысление событий английской революции и попытку через прошлое определить их причины да и выявить черты хорошего монарха что в свою очередь нельзя не связать напрямую уже опять-таки с современностью но уже с Георгом третий поскольку поскольку Георг третий очень внимательно следил за заседаниями в парламенте уделял им много внимания и выступления против себя он воспринимал как личный выпад и получал каждый день отчеты о прошедших заседаниях то мне так кажется что вот в этих высказываниях оппозиция возможно и пыталась показать ему каким она видит хорошего монарха ну собственно вот это такие основные конечно не все высказывания получили сегодня освещение это основное наиболее как бы на мой взгляд интересное что мне хотелось бы рассказать но в дальнейшем я хочу приступить уже с конца 80-х годов не чисто 90-х а 100-летний юбилей 88-го 1600 200-летний нет 100-летний опережает события будет конечно очень любопытно прошу прощения проследить вот эти высказывания и конечно 89-й год и дальнейшие события во Франции на мой взгляд они должны дать уже иную картину чем мы можем сравнивать 50-е 70-е и их отличия спасибо за внимание спасибо получала некоторую ренту к соглашению с англичанами. Но вот в первую очередь, в смысле статус, были какие-то соглашения о характере власти. Здесь возникает много вопросов, кто, собственно, вёл с кем в Адрубческой династии конкретно окружение Бёркла или переговоры. Были ли эти полномочия идентичны тем, которые имел Евгений Баранский? И вот как они для них реализовывались? Нет, я боюсь, что... Спасибо. Не совсем речь шла от рук. Это говорил Олдермен Собрич о том, что парламентарии, избравшись в парламент, они как бы получали выгодную ренту, это они, нет, не гануберы, гануберы, конечно, они не ренту получали, а по цивильному листу им определялась определенная сумма королю, королеве, детям. Речь идёт о политических, которые получила династия, они не утеряны. Вот политическое соглашение очевидно... Нет, соглашение с гануберами как такового я просто не берусь утверждать. Дело в том, что приход гануберской династии в Англию был согласован, конечно, с правнучкой Якова I, об этом была с ней речь. Но это было утверждено актом о престолу наследия 1701 года, когда умерла Мария, жена Вильгельма, а главное, умер единственный сын, выживший из всех многочисленных детей, Анны Стюарт. То есть прекратилась вот эта ветвь, протестантская ветвь Стюартова, а, так сказать, поскольку по закону Англия объявлялась государством протестантским, то нашли вот наследников в Ганновере, и София не дождалась, а на трон зашёл её сын Георг, он отправил как Георг I в 1714 году, сразу после смерти за ним. В 1714 году за ним отправилась делегация веков, и привезли. Но это не привело к изменению некоторого основного закона, да? Нет, абсолютно. Так вот, это было? Нет, нет, абсолютно. Спасибо. Наоборот, я бы сказала, это привело к постепенному сокращению прерогатив монархии, к постепенному на протяжении века. Это было. Спасибо, пожалуйста. Марина Алексеевна, если вам развернулся, всё-таки что-то развернуло. Тоже хотела поблагодарить Марину Павловну за очень интересное выступление, и об этом уже говорила Марина Станиславовна. Важно, что проведено сравнение парламентской полемики 1750-х годов и 1770-х. И в дальнейшем, как я поняла, вы намереваетесь обратиться к концу 80-х. Это вот такое компаративистское исследование, мне кажется, будет очень полезным, да? И не просто такое чисто описательное. Ну, насколько я поняла, у меня такие два небольших вопроса, да? Как я поняла, в отличие от 1750-х годов, часто обращались к конгрессу, мы это подчеркивали, да? Особенно вот эта речь Вилкс, да, в 1775-х годах. И я так понимаю, часто упоминалось само слово революция, да? Вот само слово революция. Нет, нет. Или оно как-то тоже играло само это слово, может быть, у кого оно наиболее часто, у лигов, да? И как понималось само слово это революция, да? Вот это первый вопрос. А второй, ну, вы сказали об отношении, да, о той политике, которая развернулась в связи с борьбой североамериканских колоний. А вообще внешнеполитические темы какие-то другие поднимались, и вот в связи с этим, да, обращались ли к истории? Ну, первое, что приходит, там, 7-летняя война, или вот, или войны какие-то начало 17-го, например, здесь какие-то поучительные, назидательные истории были. Была ли апелляция, да, или, может быть, вот к внешнеполитическому курсу какой-либо страны? Вы, как я понимаю, больше уделяли внимание внутреполитическим аспектам? Или просто сейчас ввиду недостатка времени? Нет, спасибо вам за вопросы. Значит, первое, я смотрела все высказывания об истории. То есть вот я все эти три тома, вот, за колонкой, за колонкой, страницей за страницей, я просматривала что-то, я, ну, то есть пробегаясь глазами, остановился, может быть, я что-то и пропускала. Но только я где-то видела какое-то упоминание чего-то, да, таких знаковых, как это сейчас, да, эти символы? Ключевые ислама. Ключевые ислама. Я тут же останавливалась. То есть могу сказать, что сравнение не с войной за испанское, нас там нет никаких аналогий и быть не может, на мой взгляд, да, внешнеполитически это впервые. Только вот Карфаген был, пожалуй, с Римом, да, с Грецией только, если вот где-то колонии, когда восстали. Вот, это первое. Второе, это, конечно, язык наш, 21 века, революция. Конечно, для них революция была славная, 1688-1989 годов, именно это была революция. События середины 17 века для них, конечно, были события гражданской войны. Вот все-таки не того великого мятежа, да, а это все-таки для них были события гражданской войны. И рассматривали они как гражданскую войну короля с народом, в результате которого народ его казнил. Ну, у меня еще технически вопрос, наверное, полно. А, вы как смотрите бумажную войну, да? А есть сейчас вот эти... Есть, есть. Я смотрю бумажную, как-то, ну, ячек ставлю. Заткаруки. Есть, да. Но вот это вот подержать, это посмотреть, потом все-таки в цифры, вот у меня такое ощущение, попадает не все. Мне кажется, что спокойнее надо посмотреть и приложение, и голосование, ну, я не знаю. Мне там любопытно все. Спасибо большое, Павловна, отличный доклад. Действительно много интересного. У меня просто профессиональный интерес к многим вопросам. Может быть, в парламентских дебатах меньше, но больше как раз кроли истории в политических дебатах. Я бы, вот здесь вам, мы услышали о ваших планах продолжать до 80-90 лет, уже годов XVIII века. А я бы просила вас эту тему продолжить именно на первую половину XIX века, потому что это кульминация. Вот тот процесс, который вы подметили с середины XVIII века, в принципе, полностью осуществился в первой половине XIX века. Когда история с половиной XIX века перешла на XIX. Значит, в первой половине XIX века эта уже история, в принципе, стала серьезным аргументом. Не только в политических дебатах, но при обсуждении любых социальных вопросов, при обсуждении религиозных каких-то проблем, при даже культурных каких-то сравнениях вызывали апелляцию исключительно к истории. И этот аргумент стал один из самых ключевых. И это можно проследить не только в парламентских дебатах пресса практически вся. Я уж не говорю ничего о литературе, потому что устоялся вот этот классический английский исторический роман, который, в принципе, потом тиражировался практически у всех великих английских писателей того времени. И история стала серьезным аргументом в конструировании общего сознания и представления нации о прошлом и серьезным аргументом в отстаивании каких-то своих позиций и прав, как на международной арене, так и внутри страны. Поэтому продолжайте, потому что это весьма такое продуктивное направление, потому что показывает, как история, в принципе, завладевала общество. И вот здесь я бы хотела вернуться к вашему напоминанию о том, что они все апеллировали Григо. Тут надо вернуться опять-таки к системе университетского образования. Даже не университетского, а не все парламентарии были выпускниками университетов, но все они прошли через частные школы. Это совершенно точно. А вот частные школы, которых тогда было действительно очень мало, или это было домашнее образование. Я точно не помню, с какого периода стало обязательным изучение древнегреческого и латинского языка. Вот это они изучали все. И поэтому, когда они говорят, это вот помните, сколько Дида и, собственно, цитировали, это была общая программа. Они все действительно наизусть это учили, перевалили. И поэтому уровень образования как раз базировался на знании древних текстов. Ир, так уже переводы же на английский были вот к этому времени. Нет, нет, они все эксперты. Нет, они учили именно латынь. Они учили латынь и на английский уже были в это время. То есть их были, а вот это не учили. Они вот как раз и учили на переводах. Я почему говорю именно о том, в начале 50-х годах, когда начались первые вот эти вот воспоминания, это школьные годы Тома Брауна, когда они стали писать о том, как вот начало всех этих школьных эпопей. Вот они описывают, как, собственно, проходил процесс обучения. И ключевую роль играли все-таки латинские и древнодетические тексты. Они знали древнюю историю гораздо больше. Мне интересно, когда появился курс истории, вот в данном случае в школах частных и в университете, потому что долгое время действительно курса не было. Но вот к середине 19 века этот курс уже устоялся, он развивался. Более того, его потом уже дробили на разные направления, периоды и так далее. То есть вот, может быть, зарождение интереса к истории, в принципе, и привело к формированию в данном случае, не знаю, образовательной программы как таковой. Думаю, что с этим вот как-то оно напрямую связано, поскольку потом, вот уже в конце 19 века, когда уже стали создаваться там колледжи для рабочих и когда уже установилось всеобщее начальное образование, историю уже стало ключевым и главным пунктом национального воспитания, или как воспитание... Самосознание. Самосознание. Национального самосознания, потому что нет ничего другого. Уже отложен на второй план, временегреческий и ладинский. Уже юриспруденция заняла свое место, и религию отнесли или в начало, или в конец. А история, в принципе, это ключевой курс, который позволял воспитывать, в данном случае воспитывать, причем не только дворянского, но и ремесленников, и потом уже и рабочих, на самом деле. Ну, на самом деле, это еще и, наверное, связано с тем, что здесь мы уже имеем дело как бы с имперской историей, а любви, как известно, она нуждается действительно в обосновании собственного существования, именно, например, всеобщества. То есть не только национальная история, но выход за пределы национальной истории уже... Это произошло значительно позже. Значительно позже, потому что... То есть не в конце 19 века? История империи, конечно, в 19 веке, вот это общее... Как это? Все англичане были туристами, они ездили и, в принципе, все искали редкости, все изучали что-то, все познавали мир, в принципе. Но я не встречала в курсах 19 века по истории, истории других стран, за исключением Франции. То есть это национально? Да. То есть это... Ну а с другой стороны, Марина Павловна говорила о Пуки-Диде, Ливии... Да, но вопрос. Кроме Пуки-Диде, допустим, кроме древней истории, они опилировали когда-нибудь к истории каких-нибудь других стран, европейских хотя бы. Да, Испания, Франция. Это было... Полноправный партнер, конечно. Да. В 50-е годы я нашла упоминание об истории Венеции. Не, там именно речь о Венеции шла, вот правление ДОЖИ, что они... Вот издержки конструирования, оно гораздо позже, по-моему, кажется. В 20-е годы. Сначала они как-то понимали сами себя. То есть через национальную историю. Да. И героизацию ее. Как-то постепенно... Да. Вот они как-то выстраивали это... Мне кажется, что-то сильно раньше все происходило, то есть вот формирование национального сознания, мифологизация, что она, как-то на 16-е век приходится и уже в 19-е годы. Значит, мы можем... Да. Мои герои середине 19-го века уже были профессорами истории в университетах. Уже утверждившиеся, уже совершенно... Ну, я не знаю, такое впечатление, что они давно существовали. И вот я и задумалась, когда, собственно, действительно стали регулярным образом преподавать историю в Оксфорде и в Киноче. Ой, Ирина Юрьевна, я вот сейчас, в данный момент, не берусь вам сказать точно, но спасибо большое и за оценку, и доклады, и за вопросы. И вот то, что вы акцентировали на этом внимание. Мне кажется, что то, что история... То есть это я буду смотреть специально. Вот это вот... У меня давно все время где-то вот подспудно есть. Надо, надо, надо обратиться посмотреть. Буду смотреть специально. Сейчас очень много занимаются учебниками по истории и современными. Вот это вот такой тренд. Вот современный. Но надо... Я думаю, что полно есть литература на эту тему. В общем-то, найти можно. Это не так сложно. Но мне кажется, что тут вот этот вот традиционализм общества, вот это прецедентное, да, право, вот это вот... Все оно способствовало интересу к истории, знанию истории. Не только... Я беру узкую очень группу, да, членов парламента. Но те же письма к сыну. Он же писал ему. Читай историю, изучай историю. Ты должен знать историю. Тот же... Сейчас... Байрон, уезжая в университет, возвращаясь, он ездил со своей библиотекой. Огромная библиотека. Там и Рим, и Греция, и философия. То есть все это они знали. Но, в общем-то, изучали еще сами. Вот, как бы, любимый, обожаемый мой Бентам, он ездил с этой своей библиотекой. Он читал эти книги. Ну, для него главная была, конечно, философия. Но историю и Рима, и Греция, они изучали вот по этим трудам, да. Изучая язык, они узнавали историю. Но вот как она дальше шла, надо просто посидеть, поискать. Вообще, в целом, ваш подход изучить узкой социальной прослойки в Непутатской, вот в данном случае их представление об истории и как это отложилось, отличная идея. Потому что это действительно срез. Срез культурного общества на тот период, они были разные. Но, в принципе, это как раз дает представление о том, как культурная среда в тот период осознавала себя в пространстве и времени. Вот так вот. Я как-то не рассматривала никогда парламентский дебаты с этой точки зрения. Ну, это я просто случайно наткнулась, когда мы, читая, ну, смотря материалы о наследнике в будущем Георгии IV, что обсуждение его содержания вылилось в обсуждение, ну, так это утверждение разного рода, когда, какой принц Уэльский, сколько он получал за то, что он наследник престола, сколько ему давали, и почему надо ему давать больше или меньше, и почему опять оплачивать долги. И тогда я задумывалась и решила, ну, я все-таки решила с 50-го года, как мне показалось, что середина века, вот последнее десятилетие правления Георга III, и начало все-таки новое такое. Да, и Ваше замечание по поводу того, что если существует традиция прецедентного права, то нация причина, она просто будет знать свою историю. Да. Это действительно здорово. Спасибо. Ислав, больше всего? В продолжение, действительно. Придущий вопрос, более конкретный. В какой форме эти ссылки на исторические прецеденты высказывались? То есть это подавалось как общее знание, или могли быть уже какие-то конкретные уточнения, собственно, на источник? Нет, конечно. Спасибо за вопрос. Нет, конечно, на источник никто не ссылался. Это именно были выстраивания, аргументация. То есть не надо забывать, что в XVIII веке совершенно высоко еще ценилось ораторское искусство. Да. И вот они выстраивали свои доводы, рассматривали этот вопрос, выстраивали доводы, и это был всегда вот такой вот, не просто там немаловым, это был важный довод вот в этом построении. Но поскольку сама история не полная, конечно, это надо, так сказать, дальше смотреть по другим источникам, добавлять, брать мемуары, переписку, сочинения, потому что вот меня Совбридж очень заинтересовал, пока я о нем еще ничего не нашла, но, может быть, как-то через Сити его можно найти, да? Потому что, ну, какая-то вот позиция, такое видение, вот это ежегодные парламенты. Конечно, интересно понять источники культуры, собственно. Да. Ну, Ирина Юрьевна, тот же самый вопрос. Да, да. Конечно, не только сам, ну, самообразование, конечно, для английской истории. Если древность они изучали там, то английская история самообразования. Просто что было даже вообще доступно, в принципе? Ну, было уже к этому времени несколько историй, а потом все-таки антиквалии. Да, да, во-первых. Да, во-первых. Вся классика обычная была уже абсолютно доступна. То есть она из дома уже переведена была. Ну, это достаточно, то есть доступно. Конечно, элементами, насколько это стало элементами программы образовательных, вот другой вопрос, да? Ну, вот здесь очень важно, Станислав Григорьевич, вы переверно сказали, что мы действительно имеем дело с узким социальным слоем, да, которые представляют разные уровни, и образовательные в том числе, да. И вот мне пришла здесь мысль, связанная с тем, что вот здесь, как раз в данном случае, мы имеем дело с элементами исторического сознания, да? То есть когда вот непонятно, каким образом вот в этой информационной среде бытует некое общепринятое уже знание, доступное и понятное всем. То есть, ну, простой пример, то есть если мы говорим, там, например, Калибула, да, вот у нас сразу образ формируется, и мы знаем, что это такое. То же самое, вот эта вот самая коммуникативная знаковость, которая выстраивается в обществе, абсолютно непонятно какими способами. Ну, разумеется, понятно, потому что если исследовательская литература, ну, просто вот выстроить эту цепочку, каким образом формируются вот эти элементы исторического сознания, конечно, это дело непростое, хотя я думаю, что этот вопрос, конечно, уже изучался, и здесь нужно смотреть и школу, и вообще образование, и церковное образование, классическое образование, там, можно сказать, какие были библиотеки, какие были книги, да? То есть вот про то, про что мы всегда говорим, да, то есть что печатали, типографии, какими тиражами, где расходилось, как расходилось, ездили, куда ездили, с кем контактировали, там какие книжки привозили. То есть на самом деле вот эта коммуникативная среда, она была очень интенсивная, и мы недооцениваем ту коммуникативную среду, которая существовала в то время. И вот Марина Павловна, конечно, поставив вопрос вот об этих элементах действительно уже исторического сознания, это не просто знания, это то, что уже впитывается в лаку матери, то есть это освоено обществом, это стало элементом вообще общественного сознания, да, потому что комментарий, какую мы политику, на каком языке говорим? на языке понятным избирателям, электоратам, которые знают, тогда коллегам понятным, да, языком. А эти коллеги, следовательно, имеют, ну, приблизительно одинаковые, то есть тот, к кому он обращается, обращается он уже довольно, вот, широкая аудитория, даже если смотреть только английский парламент. То есть это не круг интеллектуалов, не круг антиквариев, а, в общем-то, довольно уже другая совсем группа, скажем, социальная группа. Да, я просто сейчас сижу, думаю, что Шеридан еще не пошел в членов парламента, но вспоминая школу злословия, все-таки я скажу, что сам образ жизни, да, вот когда он продает портреты, да, он как девственные тетки пошли с матка, все-таки вот сам образ жизни, да, эти замки, эти портреты, это библиотека, которую собирали еще твои предки. Вот двоянство жило в истории, да? Ну, смеется, оно было погружено в историю, потому что оно родом. Оно жило в ней. А если мы возьмем, что они при жизни вот собирали свои будущие публикации своих писем, да, что они, так сказать, находясь, в 18-м уже целенаправленно собирали, Олпол, младший, он, так сказать, имел все опии всех написанных им писем. Он готовил эти публикации. То есть они и жили в каком-то архиве. Я бы хотела еще обратить внимание, знаете, что удивительно, вы вот перечислили некоторые весьма радикальные мысли до той эпохи, даже по сравнению с 19-м веком. И что меня поражает, это атмосфера парламентская. Понимаете, вот тогда это не было чем-то исключительным, это не повлекло за собой какие-то последствия, за исключением этого журналиста, в принципе. А парламентарии не чувствовали себя уязвимыми, когда выражали подобного рода точки зрения. Причем с точки зрения там могли быть кардинально разные, кардинально противоположные. И промонархические, и антимонархические. И любопытно, что уже в то время парламент был местным для дискуссии. Свобода слова там не подвергалась. Вот когда, как это было в данном случае? Вот это вот любопытно, как возникла атмосфера вот этого свободного выражения мнения? Ну, в общем-то, свобода слова, она утвердилась еще в средние века. Я основываюсь на сочинениях Гутнова, Евгения Владимировна. То есть дело-то в том, для чего они собирались в парламентах? Чтобы рассмотреть поступившие петиции, как получить известие с мест. Монарху нужна была реальная картина, да? Поэтому они имели это право. Свободы слова, они могли говорить все, что они думают. Потом, так сказать, по мере усиления королевской власти эта свобода стала несколько зажиматься. Но после революции английской она уже не подвергалась. Почему? Возможно, был их обез корпуса акт, и вот эти вот все законы, и попытка исключить Якова из числа наследников. Это же в парламенте шло. Обсуждалось исключить Якова второго, будущего из числа наследников. То есть свобода слова уже не подвергалась сомнений, и окончательно она утвердилась Белема о правах. Вот эти вот парламентские свободы, право выбирать спекера, неприкосновенность личности. Это все, так сказать, результат опять-таки прецедента и закрепившихся традиций. Я даже думаю, что всплесно исторических вот таких всевозможных моментов, конечно, это должен быть в середине 90-х годов тогда, когда казнили королев во Франции. И если раньше английский король это был единственный прецедент, а во Франции уже второй прецедент, то вот здесь вот я думаю, что здесь и позиции справа, и позиции слева, и они должны как-то так выражаться вот в обращении к истории и истолковании. Вот это непопытный образом, действительно, вот непопытный момент, в принципе, как они, поэтому... Ну, как бы никто с этой точки зрения, ну, потому что я не знаю, кто кроме меня еще будет сидеть, то он зато вот это вот все листать, потому что, конечно, его очень занимает и много времени, и, конечно, и для глаз это тяжелейшее испытание. Но вот когда найдешь вот эти вот маленькие бриллиантики, то просто... Так, пожалуйста, коллеги, еще вопросы какие-то. Марина Павловна, мы благодарим Вас за сегодняшний доклад. Действительно, вопросы, которые были, и даже какие-то размышления вакуум к теме, которые мы поставили, я нечетко совершенно определяю, если это такие перспективы, они очень интересны могут быть. И я думаю, что вам придется продолжить свой разговор, потому что разговор на эту тему. Я бы называю это интерес. Действительно, это событие не только как бы Англия, она существует не в вакууме, то есть она существует в окружении европейской истории, в которой тоже происходящиеся события. Конечно, опыт, безусловно, в конце XVIII века он был. И, конечно, было бы очень интересно уже и франковедам, конечно, послушать не только людям, занимающимся Англой. Поэтому я думаю, что обязательно ждем статью, конечно же, наш сборник. Ну, я думаю, что она и есть уже и готова, потому что материал уже сформирован, да, готовый, законченный материал. Ну, может быть, сегодняшняя беседа позволит нести какие-то коррективы, если вы захотите это сделать. Вот, еще раз от имени всех я вас с вами благодарю. Александр Владимирович, что там у нас? Так, четыре человека смотрело, а вопросов нет. Вопросов нет. Мы благодарим нашу аудиторию, которая была сегодня с нами. Я думаю, что все, кто заинтересуется, смогут посмотреть этот ролик на нашем сайте. «Всемирная история. Единое научно-обладательное пространство».